Медицине известно около полутора тысяч возбудителей болезней человека. Это бактерии, грибы, вирусы, черви и простейшие. Доля простейших среди них небольшая, около 70 видов. Познакомимся только с тремя из них, малярийным плазмодием, трепаносомой и дизентерийной амебой. Малярийный плазмодий поселяется в красных клетках крови человека, эритроцитах, питается их содержимым, размножается и в конце концов разрушает зараженные им клетки крови. Для человека это оборачивается тяжелым заболеванием, называемым малярией. Оно сопровождается периодическими изматывающими подъемами и спадами температуры. Переносчиком малярийного плазмодия от больного человека к здоровому является комар рода анофилес, малярийный комар, со слюной которого плазмодий и попадает в организм человека. Отличить комара рода анофилес можно по посадке на поверхность. Он держит тело не параллельно, а под углом к поверхности, на которой сидит. Малярийные комары встречаются не только в тропических районах, где малярия особенно распространена, но и в средней полосе России. Но малярийный плазмодий не выносит низких отрицательных температур, характерных для наших зим, поэтому малярией в наших краях не болеют. В Африке с давних времен известна так называемая сонная болезнь, ведущая к полному истощению организма и смерти. Ее возникновение совершенно справедливо связывали с укусом ядовитой, как считалось, мухи ЦЦ. Позднее выяснилось, что муха сама не ядовита, но при укусе передает в кровь возбудителя сонной болезни, трипанасому. Трипанасомы паразитируют также в организмах африканских антилоп, но болезни и смерти у них не вызывают. Таким образом, антилопы, зараженные трипанасомами, являются природным резервуаром опасного для человека заболевания. Попав в местность, где есть и антилопы, и мухи ЦЦ, человек рискует заразиться сонной болезнью. Еще одно паразитическое простейшее попадает в организм человека через грязные руки, воду и немытые овощи. Паразит поселяется в стенках толстого кишечника и вызывает амебную дизентерию. Вспомните, что дизентерию, одним из симптомов которой является кровавый понос, может вызвать и бактерия, дизентерийная палочка.